Финансовые контуры, которые действительно существуют, они не работают, если под ними идет экономика реального сектора. На каждую единицу реального сектора можно разными технологиями надуть разный объем финансов, в разных моделях. Есть модели, в которых практически нет финансов, это вот такой натуральный учет, обмен. Есть модели индустриальные, в которых доля финансов составляет примерно, если смотреть по абсолютным величинам, столько же, сколько реального сектора. Есть модели чисто финансовые, где доля финансовых активов начинает превышать реальный сектор на порядок. Но фокус состоит вот в чем. Последние сто лет тремя волнами, 1913, 1944, 1981, экономика стимулировалась через эмиссию денег. А экономика, в экономике материальные потоки всегда замкнуты, в отличие от финансов. Финансы могут войти, люди исчезнут, типа произошли банкротства. А материальные исчезнут не могут, они всегда замкнуты. Так вот, замкаются эти самые материальные потоки спросом, поэтому эмиссия и работает, можно стимулировать спрос. Так вот, вся проблема нашей жизни состоит в том, что современная экономика в реальности намного больше, чем существует реальный спрос. Если мы посмотрим на любую вещь, с которой мы сталкиваемся, то она начинается как эксклюзива. Потом она постепенно превращается в ширпотреб. А потом она становится инфраструктурой. А мобильный телефон сначала был эксклюзивом, потом стал потребительским товаром. Сейчас мы видим, в нашей стране он превращается в ширпотреб. В инфраструктуру. У нас в стране инфраструктура специфика состоит в том, что инфраструктуры для пользователей практически ничего не стоят. Суть. А государство ее поддерживает. Азиатский способ производства петель – это создание инфраструктуры. Массовыми использованиями массового труда. А это может делать только государство. Инфраструктура не может быть частной. Потому что из нее немедленно начинает возникать прибыль, выкидывая бедных потребителей, от которых минус. С точки зрения бухгалтерии. Так вот, проблема состоит в том, что очень многое из того, что сегодня считается инфраструктурой, например, интернет, в случае, если экономика станет сбалансированной, превратится в лучшем случае потребительский товар, а в худшем – в эксклюзив. Вспомните, ну, все, да, за одним исключением. В 98-м году, во время кризиса, сколько людей отказалось от мобильных телефонов в нашей стране? Мобильные телефоны мгновенно, они уже почти стали потребительским товаром в 96-м, в 97-м, потому что спрос поддерживается за счет высокого курса рубля искусства. А потом бабок. Вот вся проблема современной жизни состоит в том, что модель стимулирования спроса закончилась. Объективно, он просто, дальнейшая миссия больше не вызывает спроса. То есть номинальный рост имеет место, что в США, что в Западной Европе, кстати, в Японии уже нет. Но в реальности нет роста. И все это понимают, потому что падает жизненный уровень среднего класса, сокращается количество людей, в среднем, когда это все битят. Ну, собственно, все политические проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Западной Европе, кстати, вчера договорились, наконец, с ДПГ и Меркель. А что в США имеет место реальное падение уровня жизни. Я абсолютно согласен с тем, что есть три способа выхода. Это война. Что делает война? Как и банкротство. Оно внуляет долги, и можно пытаться начать заново. Но проблема в том, что любая война – это снижение спроса, и банкротство снижение спроса. А проблема состоит в том, что вся финансовая система построена на этих долгах. Это активы финансовой системы. То есть, как только вы начинаете войну, у вас, соответственно, наступает для финансистов катастрофа. Обращаю ваше внимание, они тянут. Ну, вот сейчас-то понятно, то, о чем мы писали в 2000 году, в первой нашей работе. Но устроите вы вот этот вот кризис осенью 2000, уже был бы рост экономический. Почему они этого не сделали? Они идиоты? Нет. Они-то это понимают. А потому что в тот момент, когда они бы это сделали, они бы власти лишились. Вся проблема не только в экономике, но и кто является бенефициаром. Почему я говорил о валютных зонах еще тогда, в начале 2000-х? Потому что это способ сохранить этих бенефициаров на региональном уровне. И тогда они в этом будут заинтересованы. Не все, конечно, но часть, по крайней мере. Потому что сохранить это в этой вот глобальной системе под финансистов сделано уже невозможно. Механизм больше не работает. По этой причине наша задача в нашем региональном контуре выращивать такого рода элиты. Правильно говорит Руслан. Невозможно у нас работать в паре с Китаем. Потому что на фоне Китая нас еще не видно. Но тут надо добавить маленькое обстоятельство. Дело в том, что нас не видно. Потому что мелкоскоп, которым смотрится, он финансовый. Сегодня экономика, это экономика монетизации. Если мы монетизируем Россию так же, как в Соединенные Штаты Америки, у нас ВВП будет не 1,2, а как минимум где-то 4,5. При том, что в Штатах реально около 11-12. Ну да, те же самые культурные ценности. Неважно. Культурные ценности. Земля. Та-та-та-та-та-та-та. Они перемонетизировались, а мы недомонетизировались. Если говорить про экономику, мы находимся, ну вот известная история, да, мы находимся на уровне Франции, Германии, Великобритании. Это без учета того, что мы очень большие, поэтому еще можно кое-чего монетизировать, такое, чего у них нет. Поэтому тут есть целая куча тонкостей. Но речь идет по-другому. Речь идет о том, что вся проблема в том, что нужно обеспечить вот этот вот кругооборот в экономическом контуре. Все, о чем тут обсуждалось, сгорелся финансы. Если нету оборотов экономических, то есть если у вас нету того, кто купит вещи, которые вы произвели, то, соответственно, это все никому не нужно. В чем проблема Китая, Петя? Они построили замечательные высокоскоростные магистрали. Замечательные. Проблема состоит в том, что километры этой магистрали стоят на моем поддержании миллион долларов в год. То есть если ты построил их 100 тысяч километров, тебе нужно 100 миллиардов, просто чтобы они ездили. Каждый год вынь да положь. И если у людей нет денег, чтобы ездить, то все, это катастрофа. А сегодня у тебя 2 триллиона долларов, ну, так сказать, в ППСном выражении, Китай получает с неравных рынков. От эмиссии доллара. И откуда он их возил? Внутри он их не может имитировать. Все, что можно, он уже имитировал. В этом вся проблема. Мне прошу дать слово, я скажу, чтобы было понятно нашему экономисту, что такое обязанный способ руководства, не так, как он написан у Маркс. Так вот, в тем вся проблема. И это вот уже все поняли. Уже все поняли, это видно потому, как испугались люди в понедельник, когда вдруг рынок ни с того ни с сего упал на 4%. Ну, упал и упал. Они сначала его подняли на, там, 268, 238. Они подняли его в два с половиной раза. Вот на всей этой истории, с 2008, как говоришь, на хайпе, да, в два с половиной раза подняли. Если они сейчас его опустят в те же 11 тысяч, то на самом деле никто, кроме банка, этого не заметил. Потому что какая разница? Это к никому не имеет никакого отношения. Банки, а не кратятся. Так вот, а это же тоже под эмиссии. Так вот, вся проблема состоит в том, что все понимают, что нужно обеспечивать вот этот вот кругооборот. Люди должны покупать, и для этого они должны зарабатывать. Ну, невозможно, часть человека не зарабатывает, он не покупает. Единственная альтернатива создания активов, которые не вот это, вот это, как правильно говорит Плэдович, Это, соответственно, азиатский способ производства, когда всем миром люди делают некую инфраструктуру. Обязательную инфраструктуру. Не будут люди добровольно работать на батареи. Ну, бессмысленно. Да, если вы сейчас... А давайте всем миром выроем в норильском никеле еще одну шастую. Что народ скажет? А что это? Вот, так вот, даже за звание Героя Туда. Так вот, проблема состоит в том, что мы должны выстроить контур экономический, который был бы, к которому бы этот вот цикл бы работал. Тут выясняется, что сделать его на уровне мира уже невозможно. А на уровне региональном возможно. И вот это вот один из инструментов, которым можно создавать активы. Я еще раз повторяю, один к одному, да, это моя программа восстановления и сбережения граждан, написанная в 1995 году. Она там немножко по-другому была сформулирована. Мы не использовали, естественно, никакие криптовые деньги, у нас все было проще. Если интересно, я могу как-нибудь рассказать. Более того, она даже где-то в архивах правительства лежит. Потому что суть я помню, а расчеты я, естественно, уже не помню. Так вот, вся проблема состоит в том, что необходимо обеспечить вот этот вот кругооборот. Товар, потребление, работа. Если вы этот кругооборот не обеспечите, то дальше катастрофа. А если вы его обеспечиваете, то финансовую систему можно делать разную. Крипто-рубль и вообще как бы крипто нужна для одной единственной задачи. Чтобы вывести денежную систему, без которой сложная экономика существовать не может, из-под контроля нынешних бенефициаров финансовой системы. Это единственное, для чего это нужно. А так вообще, говорит. Все. Немножко ее перефразило, которое звучит так. Просвещение в России надо внедрять умеренно, по возможности, избегая кровопролития.